здравствуйте вновь с вами увлекательная привлекательная передача с алексеем музеевичем и маратом луврович да здравствуйте наши любимые телезрители подписчики фанаты и хейтеры и хейтеры кстати да я вас тоже люблю сегодня он да обожает он кстати вас зажимает он я говорю наоборот всех даже хейтеров да я говорю нет хейтеры тоже имеет место быть сегодня мы побываем в увлекательном совершенном месте о котором можем рассказать только мы музееведы краеведы антропологи искусствоведы и искусствоведы да место это это место о самом лучшем в мире месте самая лучшая в мире страна в общем в общем это место как и любое порядочное место начинается с вешалки а находимся друзья мы сегодня музее ссср музея советского быта в городе екатеринбурге и передача будет посвящена самой лучшей в мире стране стране которая создала все остальные страны и доказала что земля плоская некоторые из них из нас даже родились ней да а а а Ну что, Алексей Музеевич, о чем? Да, Марат Третьякович. Третьякович, о чем расскажешь ты на своей половине? Собственно, мы здесь видим такие незабываемые экспонаты советского периода, которые, безусловно, доставят эстетическое удовольствие от элементарного прикосновения. Ну, на самом деле, коллега мой не прав, то есть ничего эстетического тут нет. Это утилитарная вещь, это называется калькулятор советский, использовался в торговле. Вот мы сейчас заторговываем тут местом, вот это весы электронные, здесь можно было завесить товар, прибегая вот к этим гирям и рассчитаться настоящими советскими деньгами. Ну и потом... Три копейки. Три копейки. Ну и потом вы домой отправлялись вот с этой авоськой, с продуктами, если могли приобрести. Вот тут было пиво, но кто-то выпил. Это не мы? Не ты. Вот я хочу обратить внимание, что здесь есть такая даже не просто монетка 20-копеечная. Значит, она имеет такой вот спил сверху и снизу, и образует вот такой вот пятиугольник, да, грубо говоря. И дырочка просверзлена. Как вы думаете, для чего это работало, вот такая штучка? Пишите в комментариях. А пока вы пишите, я сразу открою тайну. Это на самом деле сделано было как в виде жетона для использования в каких-то автоматах. На эту дырочку прицеплялась леска. Это можно было опустить в автомат, а потом выдернуть обратно. Это ты в телефонный аппарат. Точно. Вечный. Телефонный аппарат. Да. Жетон на гораздо... Разового пользования. Да, то есть это для тех, кто не платил за связь безлимитную. Ну, мы пошли на базу дальше. Ну что, коллега, что представлено на вашей половине стола? Ну, я думаю, тут любой не слепой человек уже поймет, что перед нами, значит, богатая коллекция утюгов. Да. Вот, кстати, схватил ровно такой же, который когда-то был у моей мамочки. Вот. Прям дизайн один к одному. А к этому, может, твой утюг и есть здесь? Вот Марат явно пользовался в детстве вот таким вот утюгом. Вот. Только, да, он розовый был. Вот я всегда что-то как-то не знаю. Я даже не удивляюсь, что он не был розовым. Хотя я удивляюсь, откуда вы розовую взяли, конечно. Да. Значит, есть представлен вот таким вот наиболее древним, абсолютно... Старобряческий советский. Да, то есть это, в принципе, уже не столько утюг, сколько орудий убийства. Ну, в принципе, любой утюг это орудий убийства. Но это особенно. Значит, поехала собачка. Такая собачка, да, куда-то поехала. Но, тем не менее, очень интересная игрушка. Ты такие знаешь? К сожалению, мои родители не могли позволить мне такую игрушку. И не было у меня... Кстати, я ошибся. Утюг Марата, похоже, вот как раз вот он, да? Вот он, да. Хорошо его видно? Позволь, я расскажу о своих экспонатах, которые представлены на моей половине стола. Пожалуйста. Можно, да? Я вот не так давно столкнулся вот с такими карточками. Не знаю, как они называются. Линейки такие были, которые... Переливные календарики. Переливные календарики. Я вот эту идею подчерпнул и внедрю на своем предприятии. Хочу выпустить карточки клиентов с переливным таким вот оттенком. То есть такое маркетинговое или маркетинговое изыскание. То есть мы берем из советских времен. Потом тут игрушки у меня всякие представлены. Кстати, вот это у меня было... Я в песочницу такой ходил, как бы. Песочек такой насыпал. И такой бах. И фигурочки такие всякие были. В принципе, тут, мне кажется, у Марата было практически все. Вот, допустим, вот этот бегемотик. Да, он даже у меня был. У тебя даже был. Только красный и большой, да? Большой, да. Вот. Его, значит, надо было потянуть за веревочку. И эта штука начинала самопроизводить движение. Вот так, вот лопать. Еще открывая рот вот так вот, да. Да, ну, видимо, этот бегемотик устал от количества посетителей. Так что посетителей просим быть аккуратными и бережными с экспонатами. Да, Вить? Да. То, что вот мы здесь показываем, это, конечно, одна миллионная часть экспозиции музея. Мы сейчас пойдем дальше и узнаем нам этот сбор. Подошли мы к такому уголку, который называется, вот там, где написано, Тени Свердловска. И под тенями Свердловска действительно вот такой старинный город Свердловск. На полотнах неизвестных нам, даже нам, искусствоведам, авторов. Да. Музеи ведов, искусствоведов и рисунковедов. Вот тут видите, Тени Свердловска действительно написано. Да, поверьте нам. Вот, значит, мы пропустили экспозицию «Трусы». Трусы. Вот, просто потому что нам нечего было сказать. Ну, мне, я много мог чего про трусы сказать, но Алексей сказал, это не формат. Это цензура просто запрещает. Да, запрещает. В нашем случае цензура в виде Алексея. Он запретил мне рассказывать вам про трусы. Но, помимо трусов, мы сейчас подойдем к целой вешалке старинной советской одежды и покопаемся в вещах. Ну что, Алексей, ты можешь поведать, заблуждались ли те люди, которые говорили, что моды нету в СССР? В СССР мода, безусловно, была. Вот я даже вижу тут весьма стильную вот такую вот куртку. Тужурка называлась, тужурка. Сейчас люди привыкли на самом деле ходить всякие секонд-хенды, баска-пати и прочее. Вот, значит, покупают вот эти вот стильные вещи там. Дорого, дорого. В таком плаще вполне можно сниматься басковую Киркорову, там, в новой инсталляции, там, какого-нибудь цвета настроения синий. А как они снимаются в этом? Ну, они, кстати, наверняка берут здесь как раз, в музее СССР. Город Екатеринбург. Вы не против, коллега, если я приоденусь именно вот в этом магазине? Да вы уже приодеты, коллега. Нет, мне уже жарковато стало. Вот вообще, кстати, очень-очень крутая куртка, вот, приодеться советую в это. Это строитрядовская куртка, вот, ВССО, то есть, студенческий строительный отряд, а вы, не знаю уже. Венедиктович. Венедиктович. Ну что, а мне идет? Ну, сразу видим, преображение нормальный человек стал, да? Да. По крайней мере, по меркам 89-го года. Сразу, уважаемый человек общества. Да. Звезда Ютуба. Ну, в 89-м году уж какой Ютуб? Какой Ютуб. А вот повернись вот этим логотипом. То есть, мы видим, что, действительно, куртка-то... Знатная. Знатная и крутая. Все. Приступай. Одевайся. Маловато кольчушка. Ну, представим, что я, действительно, доктор Мартин. Доктор Эмит Мартин. Кстати, Эмит Браун. Ну, тесноват, на самом деле. Не смогу в него залезть. Ну, остается без одежды. Хочу сразу сказать, что в советское время не было таких толстых и больших людей. Ничего было кушать тогда иногда. Да. Поэтому на них не шили ничего. Вот насчет того, как было тяжело жить. Это вот сейчас кажется, что в Советском Союз, там, чуть ли не страна изобилия был. Ребят, я помню, как однажды, в 89-м году я пришел получить по талонам 2 килограмма колбасы. Я отстоял час в очереди в магазин. Потом начался обеденный перерыв еще на час. Очередь не расходилась, потому что терять место никто не хотел. И после обеда я еще простоял еще ровно один час. В итоге через 3 часа я зашел, чтобы получить 2 килограмма колбасы по талонам. Так что, с одной стороны, Советский Союз это наше детство. Очень приятная эпоха. Было много классного. А с другой стороны, реально, за хлебом можно было простоять в какой-то период времени, в конце уже. Например, 30-40 минут. Коллега, я хотел поинтересоваться. Вы действительно в 89-м году уже родились? Я уже жил, да. Вот ведь старый ведущий. Я уже жил той полноценной жизнью, которой вы только сейчас начинаете жить. Да. Я в 89-м году еще это... Еще. Еще, еще, а я уже. А он уже. Вот в этом наша разница. Мы сейчас попадаем в рай просто для поклонника советского периода. Мы попадаем в игровую зону. Бесчисленное количество вот таких вот различных игрушек, задачек, колечек. Но самое главное, мы здесь пришли, чтобы сыграть даже не в это вот, не в кубики, а в рубики. Мы здесь сейчас будем играть в игру «Морской бой». У моего друга в детстве была вот такая игра, и это было офигенно круто. Ты дай мне шариков-то. Держи. Тут нужны снаряды. Да. Значит, цель этой игры, кто не знает, конечно, давай вот это тебе покажем немножко под углом. Значит, стоят вот эти кораблики. Из орудий главного калибра бьем шаром вот таким вот, чтобы сбить шарик. Корабль противника. Да, значит, причем корабль имеет вот такую внизу тоненькую ножку, и попасть в нее достаточно сложно. У тебя правая пушка сломана. Заклинивает она, да. Ты стреляй из левой, шарик тебе дополнительно ставим, корабли ким. Раз у меня пушка повреждена, я начинаю первым. Давай. Значит, выбираем правильный угол атаки. Кстати, тут градусы даже рисованы. Да, тут прорисованы. Есть! С первого же удара! Старую школу ничем не проломить. Я 30 лет не играл в нее. Так, значит, у меня тогда правый еще одного выстрела есть. Да, один снаряд. Честно, не ожидал. Ааа, мимо. Слабак. Теперь новая школа, молодость, будет побеждать корабли противника. Я только не знаю, как играть в эту игру. Он даже выстрелить не смог. Это осечка. Молодежь, ну, по нынешним временам, конечно... А как нажимать? Вверх-вниз. Значит, сразу видно, что человек не рождался в СССР, потому что не понимает основополагающих принципов. Я рожал и выстрелил. Я рождался в СССР. Я в 45-м под Сталинградом картошку таскал. Ну, тогда с 45-го ты видел ногу под зубой. Первый выстрел. Промах, промах. Промах. А, ты можешь этим снарядом... Бей второй раз. Давай. У тебя два выстрела. Так. Шарики, кстати, вот такие вот. Да, металлические. Можно убить друга. Да, ну, что сказать. Ранил. Ранил, ранил. В этих случаях, когда корабль вот так повреждался, его оставили обратно на место. Такие правила. Да. Так, ну, я попробую сейчас, значит, поразить... Иногда, кстати, мы делали не одним шариком стреляли, а сразу двумя. Заряжали вот такой двойной. В надежде картечью поразить. Понима? В современном мире это называется читерство. Это читер. Самый настоящий читер. Не получилось, не получилось. Ну, давайте, коллега, ваш теперь выстрел. Давайте, коллега, перейдем к другим играм. Я... Вы просто поняли, что вам тут невозможно... В этом выиграть у вас невозможно. Метро победить невозможно. Метро нет, невозможно. Переходим к баскетболу. Здесь у нас есть баскетбол. Ну, давайте мы коротко покажем. Значит, вот такие вот головоломки. Это такой шарик. Кубик Рубика. Кубик Рубика, да. Надо было в одну линию собрать все шарики. То есть в одну. А потом в другую. Вот. Ну и, конечно же, значит... Знаменитый футбол. Ключевая игра советского периода. Да. Как зовут знаменитых футболистов, которые здесь? А вот они даже подписаны были. Четыре, пять, шесть. А вот этот пьяный, который упал. Акинфеев? Да. Акинфеев тоже тут. Ну, баскетбол. Я вот об этой игре мечтал все время. И когда в игровую комнату попадал, то есть я всегда в очередь стоял вот, чтобы вот, ну, поиграть в это. То есть лично у меня дома этого не было. То есть мы ходили такие как бы игровые комнаты, но там были не видеоприставки, а вот этот баскетбол. Ну что, сразимся, как баскетбол? Ну, тут я вот уделаю, я думаю, в очередной раз. Нет, нет. Поехали. Я не просто так ходил. Будет небеса, жарко, сложат о героях песни, в спорте надо жить. И что ты делаешь пальцами? Одни пальцы. А, один. Надо побеждать честно, замерли вокруг люди, светятся экраны теле. Плохому танцору ноги лишают. Что рекорд будет, знайте близки, цели, мы верим звердо, без слов, на победах, как воздух нужна, мы хотим всем рекордам. Вот они, ручки, да? Сейчас посмотрим, хоть один голову мне сможет забить. О! Ну надо же, а. Чемпион. Друзья, мы оказались в такой типично советской квартире. Быт абсолютно, вот я вижу там старинную советскую люстру, шарообразную, как летающая тарелка. Значит, вокруг нас окружают различные аппараты, которым цены просто по нынешним временам нет. Вот видите, да? Да, был в очередях. Такая сетная магнитофлон, да. Так что тут, в принципе, в этой квартире единственный выделяющийся персонаж, это Марат, конечно, который является обломком уже новых времен. А так я и все остальное здесь вот из старых добрых советских эпох. Коллега, позвольте, я для зрителей историческую справку расскажу о бытности данных типичных квартир. Позволите? Конечно. Да, то есть находимся в абсолютно типичной квартире, тогда они назывались Хрущевки или Брежнев. У меня есть подозрение, что давали вот сразу с таким ковром, с такой софой, вот с таким диваном. Это сразу строители вешали? Да, строители вешали, то есть на строительном этапе, то есть вот... Это как вот доски пола, да, были, так же и ковер сразу же вешался? Да, как в лучших домах Лондона, то есть сразу уже проехано, то есть как бы для советских людей все делали, вот эту атрибутику сразу, то есть люди переезжали, у них все было, и ковер, и диван, и вот эти все атрибуты, то есть заезжали в полную подготовленную квартиру. То есть не надо думать, что это Европа, то есть первая придумала, то есть подключивая вот эти квартиры, дома, то есть в советское время в СССР это было давным-давно. И, кстати, я родился в 54-м году. Давным-давно, давным-давно, давным-давно. Вот мой друг Виталик, который одевался в 90-х точно так же, вот примерно в такую же куртку, такие же очки, он еще и на гитаре играл, поэтому когда Марат это всего на себя одел, я прям, у меня ощущение было, что деживю, что я вернулся в год 95-й. Тем более, что тогда вот и кроватки еще вот такие же были и ковры, прям, знаете, реально ощущение, что я включил машину времени и оказался вот там. Виталик, привет! Здравствуй, Алексей! Как ты меня вызвал сюда? Благодаря музею СССР. Если у вас есть какие-то воспоминания, которые тянутся с тех годов, приходите сюда и воодушевляйтесь, вдохновляйтесь. Вот. И самое главное, что здесь все можно потрогать, а многое даже включить. Да. Давай пройдемся по тем экспонатам, которые есть в этой комнате. Посмотри, а сейчас вот тебе нажму кнопку включения. И в соседнем помещении мы слышим бодрые звуки такой аэробики. Помните такое слово в 80-е годы было? Аэробика. Это то, что... Раз, два. Раз, два. Раз, два. А тогда это было аэробика. Запикаешь. Да. Тогда это показывали каждый день по телевизору, и не надо было ходить в фитнес-центр, и можно было дома приобщаться к великому и физическому. Дрешение вперед. Назад. Другой. Раз, два. Три. Четыре. Назад. Еще. Лайфхак для нынешней молодежи. Раньше вот не было таких как бы телефонов, которые сейчас с кнопочками, а уж тем более с экраном. Была вот такая вещь замечательная. Многие, кстати, не знают, как ей пользоваться. То есть трубку мы подносим к умполу, вот, чтобы слушать и говорить. Это, я думаю, многие догадаются. Это вкл-выкл и сброс, сброс. И чтобы пользоваться вот этим устройством, нужно было иметь палец. Мы палец вставляем. Кстати, мой телефонный номер был 274013. Мы вставляем его в цифру 2. Доводим. Раз. Тут плохо слышно. Да, сразу скажу. Мой дедушка, он не мог набирать так. Его пальцы в эти отверстия не влазили. И у него был карандашик, которым он так делал. Так что учитесь. Вот это такой наборный телефон. Еще маленькую вещь хотел сказать вам. Вот вы видите гитары здесь. В одной из частей передач про самую лучшую страну в мире я хотел бы рассказать такой момент, что та страна была максимально музицирована. Каждый человек, каждая семья была музицирована. То есть было сложно представить семью, в которой не было бы дома гитары, гармонии, пианино, который мы неоднократно покажем. То есть большое культурное отличие той страны от нынешней, это ее музицированность каждого индивидуума, то есть которые составляли эту огромную большую страну. Движение вперед. Назад. Другой. Раз, два, три, четыре. Назад. Еще. Раз, два, три. Сейчас мы с вами находимся в еще одном интересном помещении музея СССР. Это комната бабушки. Моей бабушки. Вот мы пришли в комнату моей бабушки. Типичная комната, которая опять-таки была в советские годы выдана. Вот эта кровать с железным панцирем. Кстати, вот так прыгать... И, кстати, с душками. С душками. И прыгать вот так там можно было, то есть как на батутике домашнем. Вот. Атрибуты видим. Я, кстати, вот этот сундук, когда в Симферополе был в 46-м году. Я сталкивался вот с этим сундуком. То есть, ну, действительно. То есть, это 40-е годы, представляете? А может быть и ранее. В 40-х годах я уже наблюдал такие сундуки в домах. Друзья, вот у нас, вы часто слышите, что Марат рассказывает о каких-то своих похождениях и делах в 45-м году, в 52-м. Хочу вас предупредить. Мы уже показывали его нескольким врачам. Каждый из них разводил руками. Говорил, знаете, случай неизлечим. Поэтому, когда вы слышите, что он рассказывает снова там про 48-й год что-то и как он там куда-то поехал и что-то сделал, просто в уме плюс 40 добавьте, и у вас сразу картина сложится. Да, к сожалению, я столкнулся с такой проблемой, что окружающие меня люди, друзья, врачи тоже, да, кстати. В особенности. В особенности. Они не верят в то, что я путешествую во временах. Вот. Те, кто верят в это, то есть вы можете присоединиться ко мне, и мы будем путешествовать вместе. Да, а одного врача к другому. Нет, нет, нет. Ну, это, к сожалению, тоже такой момент небольшой. Ну, лучше об этом не рассказывать, но у меня есть возможность путешествовать во времени. Так что, если кто-то из вас хочет окунуться в прошлое или переместиться в будущее, то обращайтесь в Марат Луврович или Алексей Музеевич. Ну, а говоря снова про музей СССР, где мы сейчас продолжаем находиться. Самая лучшая в мире страна. В комнате бабушки мы продолжаем видеть, значит, какие вещи. Плетеную корзину, упомянутый этот сундук черный, значит, очень старый шап, чемоданы. В общем, 50-е годы во всей своей красе, вот они здесь видны. Радио, с помощью которого можно вызвать и Иосифа Виссарионовича. Да, если мы сейчас включим, наверняка сам товарищ Сталин нам что-нибудь скажет. Скажет. Вот. Ну и, конечно, какая бабушка без доброго самовара. Самовара. По чайку, коллега? Можно и по чайку. По чайку. И продолжим дальше. Музей очень большой. Мы приняли решение разбить наш выпуск на несколько частей. Потому что рассказывать о самой лучшей в мире стране СССР можно бесконечно. Особенно таким специалистам, искусствоведам, музееведам, интеллектуалам, как мы. Это можно бесконечно. Поэтому несколько частей будет про самую лучшую в мире страну, страну СССР. Ну, а завершим мы нашу первую часть путешествия по музею великой фразой русского народа. Дайте в руки мне баян, я порву его. Единственное, все-таки, я на чем хотел бы остановиться, это вот игра логика. Я ее понять не могу, потому что она у меня отсутствует. Ну, на самом деле, почему человек не понимает? Два высших образования, они, конечно, большой груз несут. И человек реально вот от простейших вещей, вот от таких, приходит в замешательство. Да. Это тебе не высшая экономика, понимаешь, тут все просто. Взял, вытащил, штырил. А-а-а, а я нажимал, представляете, и думал, где экран? Человек думал, что это пульт от древнего телевизора, вот это вот. На самом деле это все... А написано-то логика. Логика. А что ты хотел, чтобы было написано? Ну, видимо, у меня отсутствует она. Вот, значит, на самом деле очень интересная игра. И о том, как в нее играть, я думаю, мы специально спросим Ирину Светоносову, которая является директором этого музея чуть позже. Да.